Здравствуйте, друзья! С вами семейный юрист и психолог Антон Сарвачев. На моем любимом сайте egmrm.ru, на форуме, прикрученном к этому сайту, на котором вам всем советую зарегистрироваться, общаться там, советовать, возможно, нашим комрадам, товарищам что-то, есть две моих любимых рубрики «История отношений» и рубрик «Нужен совет». И вот в этот раз в «Истории отношений» человек с ником Зубалеп написал свою историю. И чем она показательна? Можно было отследить, можно отследить динамики, как у него эта история развивалась. Ну, я зачитаю саму историю, затем последний пост. История написана два года назад, тут, так сказать, топик вот этот был открыт два года назад, 12 декабря 2019 года. Человек написал историю, и буквально на днях он написал, что он чувствует через год после окончания всей этой истории. Итак, читаем. «Приветствую, хочу поведать о своей оленьячей жизни. Можешь зачитать на камеру, хотя, наверное, получится все в куче». Ну и неважно, мы здесь, слава богу, не на продажном проклятом первом канале, а можем посидеть, пообщаться, так сказать, в кучу все мысли собрать, разобрать. Никто-никто не торопится. Вот сейчас ребят, которые смотрят, сходят, заварят себе чаек, кофеек, возьмут вкусный пирожок, булочку, шоколадку, сядут перед телевизором, телефоном, ноутбуком, айпадом, того, что есть. И вот эту всю кучу мыслей, которую я озвучу, мы все вместе на нее посмотрим и, может быть, даже порадуемся, например, за человека. «Итак, зовут меня Роман, 43 годика. В данный момент я стою на пороге второго развода. Первый произошел 14 лет назад. Он не отличался буйством. Мы переехали из Магадана. Купленную квартиру я оформил на сестру, ибо уже видел, к чему все идет. Вот умный человек». Хотя у моих знакомых вот так же мужчина оформил все на сестру, а потом, когда там ситуация прошла, из-за которой он оформлял, ну, она была связана не с бракоразводом, там другая ситуация была, ему сестра сказала, что «я подумала, и назад тебе эту квартиру не отдам». Поэтому тоже такое себе, на самом деле. Оформил на сестру, ибо уже видел, к чему все идет. «Машины в новом городе купить еще не успел, соответственно, делить было особо нечего. Хотя из квартиры ушел я, сейчас сын 20 лет, он учится в военизированной академии, живет в казарме. Когда сын уехал на учебу, я бывшей жене поставил условия оплачивать мне аренду квартиры, деньги складываю на счет сыну. Предупредил, что по окончании сыном учебного заведения семье бывшей жены придется съехать с данной жилплощади. С сыном все время общался беспрепятственно, платил алиментами всяких судов, столько, сколько когда считал нужно, примерно 10 тысяч в месяц. «Счастливый человек, скажем так, я далеко не богат, но работая в сфере стоматологии, удается зарабатывать немного больше, чем среднестатистический мужчина в нашей стране». Среднестатистический. Вот как интересно, насколько жилье, которое у тебя нельзя отжать по бракоразводному процессу, зачастую влияет на женщину. То есть вот она живет в жилье, которое понимает, что официально принадлежит его сестре, и особо не выеживается, и даже на алименты не подает. Хотя в других условиях, да и много других женщин, все равно подало бы. И вот угораздило меня связать свою жизнь с женщиной второй раз. Сначала жили без печати в паспорте, родился сын, купил квартиру. Сейчас здесь очень похоже на какую-то из песен группы «Кровосток». Родился сын, купил квартиру, но сам я на тот момент ее не осилил. Помогли родственники жены, оформили пополам на меня и тещу. Жили всяко, были хорошие периоды, жесткач полный, но как-то все сглаживалось. Короче, жили как все, кстати, лет через пять меня сломали, я поставил печать в паспорт. Слава богу, без этих пышных свадеб, и вот в один прекрасный момент, лет пять назад, не знаю, как сказать, 100% уверенности у меня нет, но заподозрил я измену. Скажу, что жена у меня гулять по ресторанам любит. Круг общения у нее огромен, она врач-стоматолог, а я все больше по охотам, соревнованиям по стрельбе мотался. Доказать измену я не мог, но сейчас, я думаю, не бывает дыма без огня. Напомню мое золотое правило, которое я часто озвучиваю. Если вам кажется, что вас наебывают, то вас наебывают. На тот момент она клялась, что ничего не было, и я олени повелся, но забыть этот момент я так и не смог. Думаю, семья начала умирать тогда, хотя мы родили еще дочку в 40 лет, но это нас не сплотило. Вот это тоже типовая ошибка. Дети всегда, это еще раз, я как специалист, как профессионал говорю, дети всегда ухудшают, у меня про это ролики есть, дети всегда ухудшают тот комфорт, ту семью, в которой вы живете. Всегда. Дети это дополнительная нагрузка. Всегда. Не бывает другого. Ни один ребенок никого в жизни не сплотил никогда. Да, может быть, ребенок бросает такие вызовы иногда в редких случаях, и отвечая на эти вызовы, какая-то семья, переходя через ад и жесткач, она исплотилась бы, сплачилась бы. Но в подавляющем большинстве случаев семьи разрушаются как раз после того, как появляется ребенок. Потому что ребенок это всегда дополнительная нагрузка, и если хоть один из двоих не выдерживает этой нагрузки, а зачастую и оба не выдерживают, то семьи и все, больше нет. Поэтому ни в коем случае нельзя рожать ребенка, думая, что он там улучшит что-то, что он сделает женщину счастливой вместе с вами. Может быть, отдельно, саму по себе он ее счастливой сделает, но вас в этом уравнении уже нет. Вот если у вас все хорошо, вы летаете, так сказать, на облаках от счастья, денег море просто, и жена такая-не такая, что прям, ну вот вы выхватили золотые билеты по всем фронтам. Вот настолько вы успешный человек. Вы даже если покупаете лотерейный билет, тут же выигрываете миллион, вот тогда имеет смысл подумать о рождении ребенка, который ухудшит ваше финансовое положение и взаимоотношения, и оно с какого-то возвышенно там нереального, так сказать, перейдет просто на обычный уровень. Вот тогда можно это делать, но, как правило, люди вот пытаются ребенком то ли кого-нибудь удержать, то ли сплотить кого-то, то просто рожают зачастую даже, ну, так сказать, ну, о чем нет, вот родил, родил, даже не задумывается. Вот, и потом в итоге множество детей, к сожалению, растут в неполных семьях, а я напомню, что ребенок, выросший в неполной семье, это не просто так, это не то, что типа, ой, ну, подумаешь, там, одной мамкой или папкой был воспитан. Нет, ребенок, выросший в неполной семье, это психологический инвалид. Есть куча исследований по этому поводу, они чаще наркоманами становятся, жизнь самоубийствами поканчивают, дети, выросшие в неполных семьях, они и в тюрьму чаще попадают. И там ничего с ними только не происходит. Жить в неполной семье равно сделать ребенка психологическим инвалидом. Если ребенок сильный, и там, так сказать, взрослые как-то супермудрые, и как-то ему это сгладили, ну, у него будут легкие психологические проблемы. В обратном случае они могут быть и тяжелыми, и прям фатальными. Просто можно родить ребенка, разрушить ему жизнь, вот, так сказать, особо не предавая этому, там, ну, подумаешь, родил, да, ну, и что. Вот, поэтому мне, например, всегда это напрягало, что вот одного здесь родили мы, другого там мы родили, третьего сям мы родили, и дальше что. И что, эти дети живут, кайфуют, ну, серьезно, прям кайфуют. При этом зачастую это даже не связано с какими-то, с деньгами даже. Я уж не говорю, что мы живем, мягко сказать, небогат на стране. Но, тем не менее, даже дети из обеспеченных семей знают таких, прям, ну, вот, реально, и даже не один десяток. И учился я с ними, там, и так далее. Это несчастные люди, ну, прям несчастные. Ездят на Мерседесах, представьте себе, куча денег, там, жизнь устроена, а он несчастен. А потому что, например, папки рядом не было всю его жизнь. Мамкой воспитан. Живет там где-нибудь, я не знаю, в этом, как бизнес-центр называется-то здоровый. Москва-Сити, да, один в больших апартаментах. И несчастный, бабу себе не может найти. Потому что моральный инвалид. И таких полно. А уж если еще и денег ко всему этому нет, и он вынужден думать, где будем взять ипотеку, чтобы съехать от матери истерички. Ну, тут вообще тушить свет. Доказать измену не мог. Жена стала нервная, истеричная, орет на детей, как резаная. Я ее, конечно, тушу. Но из-за этого мы вечной ссоре о прошлом году не общались 6 месяцев. Правда, двумя интервалами по три. В этом молчим уже 4 месяца подряд. Понятно, что такая жизнь достаточно тяжела, но я уже положил болт, живу для себя и детей. Тоже выход, тоже вариант. Отношения должны быть легкими, либо никакими. И мы пришли к мысли о разводе. Вот здесь тоже, ну, как бы ошибка. Смотря что вкладывать в слово отношения. Если брать формулу, что отношения должны быть легкими или никакими, то всем нужно расходиться. Потому что, как я сказал уже в предыдущих кастах, я это часто повторяю, 99% семей, которые еще не развелись, они живут в предразводном состоянии. Еще раз, в предразводном. У нас нет счастливых семей в стране. Есть семьи, которые на камеру пытаются сказать счастливым. Но счастливых семей их не существует. Любая семья, это вам скажет любой психолог, абсолютно в любой книжке по психологии, даже самой тупой или самым умной, любая семья переживает кризисы. Семья это как, ну, такой вот, психологи считают, что как некий такой живой организм. Я, кстати, тоже так же считаю. И у него есть кризисы, тяжелые моменты. Если брать на вооружение формулу, что, типа, отношения в семье должны быть легкими или их не должно быть, то у вас семья проживет как раз вот 2-3 года до первого семейного кризиса. Или там до рождения ребенка, так сказать. Или там еще до чего-нибудь. Или до каких-то финансовых универяйцев. Вот это женщины вот сейчас так живут, что от мужчины им нужны эмоции, деньги, там куча всего еще, или пошел он нахрен. И шлют нахрен, и семьи разваливаются. Вот именно вот из-за этого. Семья это семья, сожительство, расти детей, это всегда тяжело. И мужчинам, и женщинам это нужно понимать. Ну, если вам это нужно, вы это хотите, вы с полной ответственностью. Вот это и называется с полной ответственностью подходить к этому. Есть и радостные моменты, их много во многих семьях. Но и тяжелых моментов тоже полно. Что в воспитании детей, что в сожительстве в каком-то. Переходим к десерту. Еще раз, вот я хочу, чтобы четко и понятно быть услышанным. Люди, мужчины, женщины могут жить как угодно. Ну, то есть вместе, раздельно, втроем, вдесятером, вообще не жить. Там, не знаю, на синих яйцах сидеть, не сидеть. Уходить в леса, не уходить. Не знаю, обжираться. Там, все, что угодно могут делать. Но детей-то зачем в это во все впутывать? Еще раз я хочу сказать, что ребенок, выросший в неполном семье, а когда вы развелись, у вас семья стала неполной. Он получает колоссальные психологические проблемы. Ну, вы меня спросите, а что же делать, то теперь не разводиться, что ли? Для начала нужно знать, что это так. А дальше посмотреть на своего ребенка и, соответственно, сказать, ну, вот, знаешь, мама решила, что я ей в тягость, вот мы разводимся. Ну, если сможете так сделать, ну, окей. И еще раз напомню, что формула, что за отношения всегда отвечает женщина, отношения цветута развиваются, заслуга женщины, отношения развалились, вина женщины, она работает всегда в 100% случаев. Поэтому, когда вот вы пишете, что мы пришли к мысли о разводе, вас, я бы сказал, подвели к мысли о разводе. Если бы ваша супруга захотела бы, вы бы в жизни бы никогда не развелись. Куча тому, опять же, лично я знаю примеров. Когда мужчина там такой исполняет, алкоголик, наркоман, бледун, все на свете в одном и прям вот концентрированный и сейчас, и так длится годами, а она, так сказать, все это терпит, не потому что она святая, там у нее свои соображения и психологические проблемы. И семья сохраняется, этого полно. И полно других случаев, когда мужик идеальный, святой, так сказать, да, там прям и денег зарабатывает, и член как у коня, и не пьет, не курит, и все на свете, а женщина его бросает. Вы никак на это не повлияете. Ладно, немножко в сторону ушел, мы все-таки читаем историю. Переходим к десерту. Дележка имущества, которое намечается, мне озвучили, забирай половину стоимости квартиры, в которой живем. Это та, которая с тещиной пополам и проваливая. Хоть это квартира и трешка, но на половину ее стоимости невозможно купить приличную однушку, а не помойку. Я не хочу, что и было мной озвучено. Теперь рассмотрим то, что подлежит дележке в бракоразводном процессе. Кстати, эта трешка в нем не участвует, участвует однокомнатная квартира. В этом же подъезде, на этом же этаже, купленная с помощью материнского капитала. Материнский капитал, сразу говорю, капкан для мужчины. Ну, там схема очень простая. Например, материнский капитал, хоть там в скобочках написано семейный, он не просто так называется материнский. Детей по практике, незаконно абсолютно, но просто по сути темной практике, оставляют с матерью. Им выделяются доли в имуществе, недвижимо купленным за счет материнского капитала. Соответственно, мама получается как бы при своей доле, при детских долях, а у вас меньшая доля в этой квартире. И, соответственно, дальше, смотря насколько она меньше, в ход идут разные манипуляции от того, что, так сказать, уезжая из квартиры, привода любовников, попытки принудительно за копеечную стоимость выкупить у вас эту долю через суд и так далее, и так далее, и так далее. А так как у вас доля меньше, даже не 50 на 50, то, соответственно, и в правах вы поражены. Ни в коем случае мужчины никогда не вкладывайте материнский капитал в недвижку. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Эти квартиры оформлены не ее, она этим занималась, да и я полностью обеспечил нашу семью. Она очень хорошо зарабатывает, деньги копились относительно быстро. Кстати, в сентябре она выпросила у меня разрешение на продажу двушки, заверив, что о разводе и речи нет. Опять же, я олень, получив разрешение, сразу заговорил о разводе. Выпросил разрешение, сказав, что речи о разводе нет, получил разрешение и тут же заговорил о разводе. Еще раз, это классика. Женщины относятся к словам, это мы с вами, мужчины, привыкли, что за это отвечать за базар. Почему? Потому что в школе, в детском саду, где-то во дворе, на улице, ты если не то, что даже за базаром не уследишь, а криво на кого-то косо посмотришь, получишь поебалу, все очень просто. Женщины живут в абсолютно другом мире. Они относятся к словам, как к инструментам. Пока вы получали, здесь 18+, извините, так говорится, пока вы получали поебалу за свои слова, где-то в школе или в подъезде, она с помощью слов с папы, дядек, братьев вытягивала ништяки. И они различны, с помощью слов, так сказать, всяких ужимок, уловок. И, соответственно, у них отношение к словам, как у политиков или дипломатов, как к инструменту. Вы повелись, вы лох, все, что. Это не так, что она вам там пообещала, а потом нарушила. Нет. Она вами проманипулировала, вы повелись, ну вы лошары, все, точка. У них в голове все очень просто, и оно обстоит именно таким образом. Поэтому верить женщине на слово в каких-то вопросах межплавых отношений, уж тем более постоянно сталкиваюсь, постоянно меня уже, я не знаю уже, как сказать, что меня правильно услышали, что странно, потому что я юрист и психолог одновременно, а не могу донести простую мысль. Когда разные там блогеры, комрады, люди в комментариях еще где-то ссылаются на женские слова, например, а мне вот женщина сказала там то-то, то-то и то-то. И я сделал такие-то выводы. Например, мне женщина сказала, что она там меня полюбила за то, что я там не такой, как все. Или такой, как все. Или мне такая женщина сказала, что вот там, например, Сарвачев молодец. Или Сарвачеву не дают. Вот, видите, это женщина сказала. Это все чушь. Все чушь. Абсолютно. Ни в коем случае. Только по поступкам. Всегда судить. Нет, я не говорю, не надо бросаться в крайность и, так сказать, отказываться от женщин-врачей, там, женщин, не знаю, там, юристов, психологов. Я бы, кстати, подумал бы, потому что зачастую люди с своими личными проблемами к ним идут. А женщины не могут, даже профессионалы. Даже профессионально, постоянно мне люди жалуются, даже профессиональные какие-нибудь адвокатесы. И про психологов я вообще молчу, женщин. Когда речь заходит о межплох отношениях, о семейных разборках, они не могут просто физически проявить эмпатию, встать на сторону мужчины. Вот, поэтому здесь сложно. Но, тем не менее, если вам женщина-медик говорит, что вам нужны вот такие-то лекарства, ну, здесь, может быть, имеет смысл послушать. Но когда эта же самая женщина-медик начинает вам рассказывать про вас или про своего бывшего, чушь собачья, вообще можно мимо ушей это пропускать. Это не несет никакой смысловой нагрузки. Не на долю вообще момента. Поэтому отсылки, что там, так сказать, а вот там женщины говорили, или там я тусуюсь в женских компаниях и много раз слышал то, много раз слышал это. Как факт это можно зафиксировать, но делать какие-то выводы из-за того, что там они вам позволили услышать, или из-за того, что они вам рассказывали, это ошибка. Так, далее. Далее. Машина Nissan Qashqai 5 лет, мой мотоцикл. Кстати, у нее еще есть однокомнатная квартира, ей подарили ее родители на рождение дочки. По поводу алиментов пока не знаю, что она придумывает. Но думаю, стесняться не будет, а так-то теневой товарищ, справки у меня нет. Битва намечается знатная. Если хоть немного интересная, думаю, месяцев через 4-5 напишу, чем дело кончилось. С уважением, Роман. Я напомню, что человек написал это 12 декабря 2019 года. Вот здесь ссылку я оставлю в описании под видео, вот на его этот пост. И что интересно, проследите это в динамике. Я вот вам зачитаю одно из недавних его сообщений, которое было написано 6 октября 2021 года. То есть, ну, почти два года прошло. И вот человек пишет следующее. Привет всем. Решил опять написать. Прошел год после развода, даже не ожидаю, что сказать. Я счастлив, жизнь хороша. Живу один в свое удовольствие. Правда, и работаю много, как и раньше, но теперь денежка идет на мои хотелки. Приставы дрючат. Но алименты минимальны с минимальной зарплаты. Деньги даю сыну только при встрече. Это вот постоянно с этим сталкиваюсь, что человек, если жил в аду, то теперь он начинает жить просто плохо. И по сравнению с адом, в котором живут большинство мужчин, не с адом, а с адом, в котором живут большинство мужчин, ему вот это просто плохо кажется как за счастье. То есть, я про это много раз говорил и еще раз подчеркну, что каково это жить в мужском мире, который, в мужском социуме, который направлен на создание комфортной жизни мужчинам, на поддержание мужчин, не знает, в России, во всяком случае, ни один мужчина. Мы живем либо в аду, либо просто очень плохо. Даже если вам кажется, что у вас там и с финансами нормальные, и, так сказать, никто там не дрючит, поверьте, вы не знаете, как живет средняя женщина. Вот нет этих микромоментов, здесь тебе дверь придержит, здесь улыбнутся, здесь тост хороший скажут. Не потому, что ты работодатель, или там у тебя деньги, с тебя хотят содрать, как доверие, но потому, что так принято, все говорят. Вот этих вот микромоментов, которыми насыщена жизнь любой женщине, здесь не поддержат, здесь, так сказать, там, здесь не так, здесь не сяк, да. Мы этого просто не ощущаем. Мы не знаем, мужчина, как вот жить-жить. Вот поэтому человек пишет, так сказать, у меня и работаю много, и приставы дрючат, но по сравнению с тем адом, в котором я жил, так мне кайфово. Так, алименты минимальны. Деньги даю сыну только при встрече, он, правда, не горит желанием встречаться. Я не настаиваю. Дочь не видел полтора года. Ей сейчас почти пять, думаю, это все, она меня забыла, это и к лучшему. Все лето провел в мотопутешествиях, коротких на пару дней и тысяч километров. Более протяженных встретил много новых людей и женщин. Спасибо мужскому движению. Помогли морально тогда и сейчас поддерживают на пути истинном. Всем удачного разрешения проблем. Что вы обо всем об этом думаете? А я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мужское движение, вот оно для этого и создано, чтобы поддерживать мужчин. Чтобы мужчины, которые живут либо в аду, либо просто плохо живут, имели какую-то одушину, что ли, какую-то поддержку, пусть самую минимальную, потому что никто нас не спонсирует ни грантами, ни ничем вообще. То есть все держится только на энтузиазме, какой-то взаимовыручке. И слава богу, что оно есть. Еще одному человеку, что называется, мужское движение помогло. Что вы обо всем об этом думаете? Пишите в комментариях под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А все ссылки на мой сайт, на мои соцсети и на все остальное находятся, как обычно, в описании под видео. С вами был семейный юрист и психолог Антон Сарвачев. До новых встреч!